приветствую вас аноним давайте разберем ваш вопрос где вы спрашиваете дать понять мужчине или отстраниться не очень понятно что именно вы хотите ему дать понять потому что у вас отношения на расстоянии человек по-разному воспринимает такого рода отношения потому что они не совсем естественные то что вас не устраивает больше похоже на тревогу и на условно неуверенность в себе на страх потому что объективно да ну то есть даже не объективно а вот с точки зрения фактов я бы сказал мужчины ничего плохого не делают вообще ничего плохого не делают и что вы ему что вы ему сказали вот здесь вот что здесь можно сказать человеку тематическая штука поэтому на мой взгляд он либо будет все отрицать что в принципе логично или он будет уходить в какую-то агрессию да вот то есть будет как-то вести себя ну вот по отношению к вам защищаются через защиту вот не знаю туалетом с чего вы хотите или нет особенные случаи что вы встречаетесь на это важный момент если вы встречаетесь два месяца или месяц это одно если вы встречаетесь в горах это другое вот поэтому поэтому обязательно этот момент надо уточнить вот дальше итак мы знакомы с мужчиной не так давно но сколько мы на расстоянии но встречаемся сообщаемся каждый день хорошо встречаетесь и общаетесь но на расстоянии что это значит на расстоянии если вы встречаетесь и общаетесь непонятно порой он пропадает по вечерам я понимаю что требовать от него ничего не имею но не хотелось бы на простой опыт когда еще и женщина не если вы встречаетесь и обновлю в том что первый опыт был в первую очередь вас это промерло очевидно это пожалуй вот самое главное что такой опыт он как правило по промеру промерут такой опыт он довольно негативно сказывается на человека, в принципе, это первое, ну, что важно обратить внимание, да, то есть важно обратить внимание здесь на то, как вы прожили этот опыт и проживали ли вы его вообще, может быть, вы его вообще никак не проживали этот опыт. Если не проживали, то надо брожить, в таком случае, ну, то есть, словно говоря, нам помочь вам это сделать, да, помочь вам этот опыт прожить, чтобы больше вас это не бромировало, вот, сейчас бромирую, вот, делать так, чтобы больше не бромировало, и посмотреть, как вы в этом опыте оказались. Дальше, я ему дала понятие, что сразу лучше скажи, сказать, что, знаете, есть вот в психологии, есть в психологии, такое, такое понятие, как перенос проекта, вот, что, что делаете вы, очень похоже на практику, то есть вы переносите на мужчину то, что он, вероятно, чего он, вероятно, не делал, вообще, вот. Вы переносите на человек то, в общем, ну, что, может быть, вообще, как бы, не про него. Да, вы от него что-то треб... ну, как бы, вы ему начинаете это говорить. Транслирую эмоции, опять же, повторяю, своими, вероятно, в себе этим тем самым, себя очень обесцениваю. Вот. А, в чем здесь, как бы, основная проблема, на мой взгляд? Вот. В том, что вы себя таким образом обесцениваете просто в глазах человека, в глазах, ну, в глазах мужчины. Вот. И, вам это, ну, не дает, как мне кажется, каких-то плюсов, вам это не дает, как мне кажется, каких-то, ну, какой-то ценности. Вот. То есть, вас тревожит, то есть, он пропадает вечерами. Давайте вот, эээ, на этот момент сделаем упор, эээ, что именно вас тревожит, какие чувства возникают, какие мысли появляются, когда, когда он, вот, пропадает вечерами, как вы говорите. Он не должен пропадать вечерами, по вашему мнению, или что? Ну, ну, поподробнее, поподробнее об этом постарайтесь рассказать. А дальше, эээ, так, он, он, нет, ты не права, никого, никого у меня нет. То есть, понимаете, да, вы здесь, эээ, как бы, заставили, словно говоря, человека оправдываться. Да, совершенно не факт, что что-то у него там было. Понимаете? То есть, вы сразу переводите, переводите отношения, вы определенное русло. Ну, с одной стороны. Вот. С одной стороны. И с другой стороны, как вам сказал, вот, мой коллега, да, Кудрышок, Игорь Леонидович, что это неконструктивное, как бы, выражение своих призываний. Потому как выглядит это, ну, мягко говоря, как, ну, как наезд, да, человека, к примеру. Вот. Это, это никогда не хорошо. Вот. Вот. Это всегда негатив. Вот. Ну, и, понимаете, что вы, как бы, в этом моменте убегаете от своих собственных, как бы, переживаний. Да? Вот. Вы бежите. Бежите от себя. Бежите от своих, вот, собственных ощущений. Ну, от своих, от своих страхов, конфликтов. А, думаю, ладно, нет, нет, второй раз появилась ситуация, вчера третий. Так, а, что, эта ситуация быть не должна, почему? Как бы, вы считаете, что, ооо, не должен мужчина так делать-то? Ну, так как мы на расстоянии общаемся через социей, так что очень мало общались со своими остальными днями. И что? И что, ну, мало общались. Как, как вы на это реагируете? Реагируйте, как и у вас число возникает здесь. То есть, у меня скрывает впечатление, что общения должно быть всегда много. Но люди разные, и в разное время, а, потребность в общении разная. Поэтому, людьми, момент. Так, он сказал, что на работе проблемы и бывал. Видите, человек почему-то, а, человек почему-то считается, что должен предварительно отрадоваться. Это уже дискомфорт. Вечером просто проигнорировал сообщения хотя бы в сети. Я пишу ему, я поняла тебя и всё, на что он сразу ответил. Я, я склюжу и пожелаю спокойно ночью. Ну, почему-то вы здесь уходите в манипуляцию. Терять меня он явно не хочет, этого не плохо. Неплохо относятся ко мне, помогают, поддерживают. Но, такая ситуация, когда пробирает, мне кажется, он меня обманывает. Тревога, с тревогностью нужно работать, да также нужно работать с доверием. Вот, вы знаете, с доверием опереться на своего партнера. Что является деструктивным моментом. Я хочу во время на странице не отвечать ему и туда, или объяснить, что меня так не устраивает. А что вы ему объясните? Что у вас чувство, что вас обманывают, так это не его, не его проблема. Отстранившись, вы просто покажете, что используете человек. Я думаю, если на самой странице, если они будут отвечать, то значит не моё. Не бывает, не бывает моё, не моё. Если вы умеете строить отношения с человеком, вы умеете. Если вы не умеете, вы не умеете. И поскольку это второй мужчина, с которым у вас не клеится, я полагаю, что здесь есть элемент сценария. Так, если захочет, то приедет, позвонит, спросит что-то как. Ну почему-то вот здесь вы манипулируете обратно. Когда я не отвечаю, я долго сид с работой, занятостью. Он хочет знать всё, где я и что я. И что, к чему вы это. То есть как вы на это реагируете. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго.